Продолжение следует... В том числе пациентов с опухолями желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что мерой эффективности реабилитации может в первую очередь служить показатели качества жизни пациентов. Можно следующий слайд, пожалуйста? Дело в том, что это очень сложно сказать, насколько хорошо мы позаботились о человеке, так что он бы чувствовал это субъективно, а не как мы можем с вами оценить с нашей объективной точки зрения, насколько ему стало лучше. То есть дело в том, что иногда субъективное ощущение собственного благополучия пациентам сильно разнится с нашей объективной оценкой того, как он должен себя чувствовать. Для пациентов с опухолями желудочно-кишечного тракта это актуально вдвойне, именно потому что остро встаёт вопрос питания и остро встаёт вопрос необходимости восстановления, который пациент должен понимать сам. Я думаю, что мы нередко сталкиваемся с теми ситуациями, что пациент не мотивирован в ситуации непростого общего состояния здоровья, в ситуации, когда физическое благополучие человека сильно страдает. Не всегда пациент мотивирован участвовать в процессе реабилитации. Поэтому я хотела бы сказать, что для психологической реабилитации этих пациентов важную роль играет готовность самого человека участвовать в процессе реабилитации, собственного восстановления дальнейшего лечения и готовность сотрудничать с врачом, здесь мы с вами можем говорить о комплентности, и, в общем-то, также принимать активное участие в собственном выздоровлении. И я хотела бы сказать, что в последнее время в целом большой интерес представляют работы по оценке качества жизни пациентов с недостаточностью питания, и обширные хирургические вмешательства по поводу основного заболевания и общее состояние пациента на фоне имеющихся расстройств питания сказываются в дальнейшем на социальной и трудовой адаптации, не говоря уже как раз о тех аспектах, которые я сейчас упоминала в смысле активного участия человека в собственном лечении и восстановлении. Также мы с вами обращаем внимание на возможность возвращения к полноценной жизни. И принимая во внимание тот факт, что средний возраст пациентов, которым впервые устанавливается диагноз «рак желудка», составляет 65-69 лет, то есть это не пожилой контингент. И проблема социальной адаптации таких пациентов и возможность возвращения их к нормальной полноценной жизни, и социально активной жизни, это также становится приоритетной задачей в процессе реабилитации. И здесь очень важно сказать, что сама адаптация пациентов к изменившейся ситуации очень сильно зависит от готовности человека принимать те ограничения, в том числе ограничения питания, которые появляются в связи с диагнозом. И важно также сказать, что здесь встаёт очень сложный вопрос о балансе. С одной стороны, человеку многое нельзя, к чему он привык, и очень часто пациенты реагируют на это достаточно остро. И реагируют порой категорическим отрицанием. Если я не могу жить так, как я привык, если я не могу питаться так, как я привык, и если мне вроде как ничего нельзя, соответственно, я тогда вообще кушать не хочу. И в своей собственной практике, непосредственно в нашем отделении, я встречалась с такой позицией, что человек неохотно меняет свои привычки. И здесь нам необходимо говорить как раз о формировании адаптации и о формировании совладающего поведения в сложной ситуации болезни, чтобы человек мог перестроиться и принять те ограничения и те необходимые предписания, которые сейчас есть, для того, чтобы было возможно восстановление. Также, когда мы говорим о качестве жизни, как о некой мере эффективности реабилитации и как о неком показателе, на который мы можем ориентироваться, то мы делаем или не то. То есть наша поддержка, наша помощь пациенту. Сказывается ли на его субъективном ощущении его благополучия? Становится ли ему, скажем так, в некотором плане легче и становится ли ему более адаптивным в этой ситуации? Мы можем посмотреть объективно по качеству жизни, потому что это тот параметр, который относится к параметрам самоотчёта человека, когда человек сообщает нам о том, что с ним происходит, но при этом это может быть изучено вполне объективными методами, то есть это валидизированные опросники для исследования качества жизни пациентов. И тогда мы можем сказать, в верном ли направлении мы движемся. Соответственно, я хотела бы поговорить о различиях, параметрах качества жизни и хотела бы сказать, что при разных типах хирургического лечения на это стоит обращать внимание. Мы будем сталкиваться с различными нарушениями качества жизни. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы формировать непосредственные мишени комплексной программы реабилитации. Мы сталкиваемся с тем, что в нашем отделении пациент лежит не полгода. Есть определённый стандарт, который… стандарт оказания помощи. В те сроки мы должны успеть помочь человеку максимально оптимизировать качество жизни и максимально адаптироваться к новому, опять-таки, режиму питания, режиму восстановления. И, соответственно, поэтому нам важно знать, какие группы пациентов обладают какими наибольшими пробелами и что происходит с качеством жизни этих пациентов, чтобы не вслепую намечать те направления реабилитации социо-психологической, которые мы будем проводить, а чтобы мы уже при первой встрече с человеком знали, к чему готовиться. Конечно же, каждый из нас индивидуален. Конечно же, реакция каждого пациента будет уникальной. Мы не можем мерить реакцию человека по типу хирургического лечения. Конечно же, нет. Но мы можем понимать, с областью какой проблематики мы должны быть готовы столкнуться в данном конкретном случае. Поэтому давайте поговорим о тех различиях, которые существуют при разных типах хирургического лечения. Я хотела бы поговорить о результатах исследования после резекции желудка. Это наше отечественное исследование, наших коллег. И, соответственно, средний возраст пациентов – это 65 лет. То есть это не такие пожилые люди. Зрелый возраст, но вполне себе ещё молодые люди. И, соответственно, исследователи брали период. После операции и отсроченной, да, от 6 месяцев, аж до 20 лет такое лонгитюдное исследование было. И, соответственно, смотрели, какая разница будет при разных типах хирургического вмешательства. Опросник, который при этом использовали – это QC30, это опросник Европейской организации по исследованию и лечению рака. Я думаю, мы все с ним знакомы. Это, в общем-то, универсальный опросник, который наиболее часто сейчас применяется в клинической практике. Правда, при самых разных патологиях хочу оговориться, что у этого опросника существуют модули, которые уже являются нозоспецифичными. И, соответственно, мы используем дополнительно к общему опроснику у нас в практике непосредственно модуль для пациентов, русскоязычный модуль для пациентов непосредственно с поражением желудочно-кишечного тракта, даёт очень точечную и чёткую информацию. И, соответственно, возвращаясь к тому, что мы обсуждаем, я бы хотела сказать, что мы берём объёмы операции и, соответственно, получаем в результате такую разницу, что показатели качества жизни физического и эмоционального благополучия, которые, в общем-то, являются самыми обобщёнными и самыми показательными. Выше в основной группе, чем в контрольной. То есть при более обширном хирургическом вмешательстве мы сталкиваемся с выраженным потерей аппетита, дисфагией, болью и тревожностью. Соответственно, пациенты после резекции с желудкосохранением привратника имеют более высокие показатели качества жизни, чем после более обширной резекции желудка. И, соответственно, мы здесь можем говорить о том, что когда к нам поступает пациент после определённого хирургического лечения на реабилитацию, мы уже можем быть готовы, понимая, с чем нам придётся столкнуться. Соответственно, наши зарубежные коллеги отмечают, что у пациентов с раком желудка в начальной стадии снижается уже качество жизни после гастроктомии, несмотря на отличные хирургические результаты. Вот здесь я хотела бы прокомментировать как раз тот момент, с которого я начала, что наше впечатление о том, что происходит с пациентом, сделанное на основании, например, отличных хирургических результатов, часто не совпадает с тем, какое качество жизни имеет этот пациент в связи с его субъективным восприятием изменения жизни. Потому что это очень серьёзные изменения. Здесь я жил совершенно одним способом, здесь мне приходится сталкиваться с рядом серьёзных ограничений. Ещё онкологический диагноз. Не нужно здесь распространяться о том, что это определённая очень тяжёлая нагрузка психическая для человека. И, соответственно, мы можем говорить о том, что даже если лечение идёт очень хорошо и результаты очень хорошие, мы сталкиваемся с тем, что субъективно человек переживает очень серьёзные проблемы, с которыми нам и необходимо помочь ему справиться. И также разница по качеству жизни выявлена в исследовании наших зарубежных коллег, которые выявили, что по сравнению с дистальной гастроктомией полная была связана с ухудшением восстановления как в раннем периоде, так и в поздние сроки. Ну и, соответственно, также хирургические осложнения также дают нам некие трудности в реабилитации. Также мы можем сказать, что пациенты, у которых более выражена болезнь, быстрее возвращаются субъективно к некому ощущению благополучия, чем те, у которых болезнь выражена меньше. Это очень понятно, потому что когда у человека тяжёлая симптоматика, ему от лечения стало чуть легче, он уже доволен. Даже если у него существует ряд каких-то очень серьёзных моментов. Хотела бы закончить на том, что сталкиваясь с этими различиями, мы можем наметить основные направления психологической помощи и психологической реабилитации, которые связаны с работой с неадаптивными типами отношения к болезни. Это то, как раз о том, о чём мы с вами говорили, и формированием адаптивного реагирования. Работа с тяжёлыми эмоциональными переживаниями, работа по комплоентности, то есть активное участие в лечебном процессе и в процессе восстановления, и работа над осознаниями пациентом собственных переживаний. Спасибо большое. Спасибо.